МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Итак, на календаре 15 ноября, пятница, и мы уверены, что у вас уже запланированы интересные мероприятия. На сегодня и предстоящие выходные. Кстати, Даниил, ты же ведешь очень много разных мероприятий, в том числе и светских. А ты посещаешь их в качестве гостя? Можешь ли ты себя назвать светским львом? Даже так прям. Скорее, я даже не знаю, какое животное, но светское. Конечно, было время, когда я приходил на различные вечеринки, презентации, другие светские мероприятия, но со временем это стало больше на работе. Я стал предпочитать проводить выходные иначе. Тем более, что я стал семейным человеком, а это, знаете ли, немного меняет жизнь. Так и не немного там, а много. То есть в этом смысле ты стал интровертом? Ну да, можно и так сказать. Если хочется встретиться с друзьями, то это можно сделать в очень узком кругу, и там, где не надо важно, знаете, вот так вот ходить. Да. Валерий, я думаю, что у тебя такая же ситуация. Абсолютно точно, но на разных мероприятиях можно провести время использовать, друзья. И сейчас мы дадим пару советов, как это сделать. Ну вот смотрите, придумайте себе цель посещения данного события. Например, если вы идете на корпоратив ради продвижения по карьерной лестнице, старайтесь общаться с людьми, которые могут вам в этом помочь. Если вы одиноки, и это перестало вас устраивать, то дни рождения свадьбы друзей и знакомых самые подходящие события, чтобы найти себе пару. И, возможно, следующее свадебное торжество будет вашим. Ну и, конечно, светские мероприятия нужно посещать, чтобы быть в курсе событий, которые проходят в вашем городе. А также узнать последние новости культуры, шоу-бизнеса. И давайте прямо сейчас отправимся вместе с Дельнарой Зинула на одной из самых ярких мероприятий этого года. И узнаем, что нового и интересного происходит в мире моды. Евразийский показ моды – это уникальное событие, которое объединяет талантливых дизайнеров, модных экспертов и моделей. И сегодня мы стали частью этого события. Евразийский показ моды – это мобильная международная площадка, представляющая моду и стиль стран всего евразийского континента. Сам показ проходил в Алматы два дня – 13 и 14 ноября. Наступил тот самый день Икс. Что нас сегодня ожидает? О, вас сегодня ожидают очень много сюрпризов, очень много нового. Поскольку тема этого сезона – future and female – будущее и женщина. И сегодня будет фейерверк женской энергии, женской красоты. И вы увидите, что женщина может все. Future and female – тема восьмого сезона Eurasian Fashion Week. Это манифест перемен, подчеркивающий, что женские голоса, идеи и лидерство влияют на мир моды и выходят за его пределы. А как в целом выбирается тема каждого сезона? У нас сидит креативная команда, которая выбирает, отсматривает все тренды, все тенденции, и мы двигаемся в будущее. Сегодня вы увидите наш ролик, который, кстати, он сейчас идет на экранах, и вы увидите, что будущее и женщина у нас полностью соответствует. В этом году в показе приняли участие 17 дизайнеров. Кто-то из них является постоянным партнером, а кто-то принимает участие в этом проекте впервые. Сегодня коллекция спортивной одежды Elegant Sport Style. Мы хотим сегодня показать то, что спортивная одежда может быть красивая, элегантная, и то, что люди ее могут носить в любое время года. Это наше первое участие, мы впервые здесь, и я так понимаю, что не последний раз. Стоит отметить, что красивые и необычные образы можно было увидеть не только на моделях, но и на гостях вечера. У вас очень интересный образ, который сразу бросается в глаза. Они могли бы про него рассказать? Да, этот образ у меня от узбекистанского бренда 2B, то есть полностью Total 2B. Они в единственном изображении паршивали именно для меня. Я очень люблю японскую плектику, поэтому вот в таком образе сегодня пришла. Расскажите, пожалуйста, про ваш образ. Мой образ очень собирательный. Он на самом деле относится к двум материкам. То есть это у меня такой фаптан-куртка казахстанского дизайнера. Тимур Тарсункулова – это Тараски наш дизайнер. Головной убор – это традиционно африканский головной убор. То есть у меня образ такой этно, но с двух континентов и в современной обработке. А почему именно зеленый цвет вы выбрали? А почему зеленый цвет? Потому что вообще, в принципе, зеленый цвет – это самый трендовый цвет следующего сезона. Кто об этом знает, ну, круто, кто не знает, вот можете узнать от меня. А какой образ стилистов вам понравился больше всего? Так, теперь к серьезным вещам. Явно цвета денег. О-о-о! Да, зеленый образ. Классно, это сочетается с тем, что сегодня 15 ноября – День финансиста и День национальной валюты. Давай тогда поздравим всех. Да, всех поздравляем. И, конечно, счет поздравим нашего гостя, следующего, вернее, первого сегодня. Это руководитель отдела стратегического развития управления предпринимательства и инвестиций города Алматы Абулхайир Аймухамбет. Доброе утро. Доброе утро. Так, ну, мы вас поздравляем, как и все казахстанцы. Спасибо. С Днем национальной валюты. 15 ноября, Днем финансиста. Ну и коль мы заговорили об инвестициях, скажите, Бухайр, какая ситуация с инвестициями в Алматы сегодня? Сегодня Алматы обладает всеми необходимыми трудовыми и инфраструктурными ресурсами, что делает город одними из самых инвестиционно привлекательных регионов по республике. По итогам 10 месяцев привлечено 1,3 триллиона тенге. Рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил более 8%. А сумма частных инвестиций уже достигла 1 триллиона тенге. И в какие сферы все-таки больше поступает инвестиций? Основные сферы, куда привлекаются инвестиции, это в таких отраслях экономики, как самое большее, это операции с недвижимым имуществом, доля которых составляет порядка 40%. Потом идет транспорт и складирование, порядка 15%, где больше всего тоже инвестируют. После этого идет обрабатывающая промышленность, в районе доля составляет порядка 7%. И также информация и связь. Вы сейчас разделили их очень четко. Это я назвал те отрасли, где в основном... У вас больше поступает инвестиций. Давайте поговорим о крупных инвестпроектах, которые реализуются в городе. Можно прям поподробнее? Потому что на самом деле не все алматинцы знают, а информация-то очень актуальна. Да, на сегодня в целом в городе реализовываются порядка 82 инвестпроектов. Так, это крупных именно, да? Нет, это общие. Общие 82. А крупных из них? Есть такие якорные проекты. Это как на территории индустриальной зоны Алматы у нас реализовывается, строится сейчас мультибрендовый завод китайских автомобилей. Так. Чанган, Чери и Хэвэйл, где сумма инвестиций составляет 182 миллиарда тенге. Будет создано 2200 рабочих мест. Проект будет реализован в следующем году, в первом квартале. Планируется. Также, может быть, вы слышали, наверное, логистическая компания от Wildberries тоже открывает, реализовывает свой... Про Wildberries мы все знаем, о том, что они открывают в Казахстане большой хаб. Да, у нас в городе открывают. Вау! Вот это хорошая новость. Да, также у нас есть уже можно по размерности уже, если смотреть. Также в этом году реализовался Телли Вундерс, тоже интересный проект. Производство бытовой химии и гигиены, да. Также производство банковских карт, Розан-Азия называется. В целом, ряд проектов у нас в городе есть, реализация которых вот уже... Это именно крупный инвестпроект? Крупный, да. Слушайте, ну здорово, прям отлично. А бизнес как развивается в нашем городе? Ну, наш город можно назвать локомотивом нашей республики. Городская наша экономика составляет по республике 20,8% ВВП страны. Как сами знаете, у нас в городе очень много заводов, фабрик. Это в основном у нас в обрабатывающей промышленности, электроника. Электроника у нас тоже есть, да? Да. Да. И, ну, говорят, много у нас сейчас проектов, которые в городе реализуются, за счет которых у нас обрабатывающая промышленность развивается. Никогда не задумывались, почему в Алматы именно? Потому что, наверное, хорошая поддержка, поэтому все самое большое в нашем городе. Да, да, да. Интересно узнать, какая поддержка оказывается? У нас Акиматом создан городской фронт-офис. Это вот называется Алматы Бизнес Девелопмент Компани. Это наша подведомственная организация, управление предпринимательской инвестиции города Алматы. Они полностью, то есть, как оказывают принципом одного окна, то есть, сопровождают инвест-проекты. То есть, вот, можно сказать, на протяжении всего жизненного цикла этих инвест-проектов Акиматом оказывается поддержка, то есть, во избежание вот этих бюрократических процедур. Приконов, процедур, да. Да, да, получение разрешительных документов. То есть, такая работа нами ведется. Это очень хорошая поддержка, действительно. Ну, инвестор, это же не так, что он... Приходит человек, говорит, я имею вагон и тележку денег, хочу вот в одно окошко поступить вообще. Современные инвесторы, это же сразу идет... То есть, на уровне, наверное, правительства уже даже, да, идет, что мы хотим открыть, допустим, завод. Вот, скажем, тот же самый Чанан-Черри Хавал. И, соответственно, все. Запускается вот эта машина, и начинается именно инвестирование большого-большого проекта. Поэтому это, на самом деле, очень-очень-очень здорово. Это такая емкая работа. Да. То есть, от начала, вот как я сейчас выше назвал, то есть, всю... На протяжении всей вот этого цикла мы оказываем... Всевозможную поддержку. Всевозможную поддержку. От начала... Мне кажется... То есть, оформление земельного участка и до конца. Мне кажется, поэтому и выбирают Казахстан, поэтому и выбирают Алматы, что у нас действительно не просто инвестируешь, но еще получаешь поддержку. И со всех сторон всего возможную помощь. Скажите, Аббул Хаир, а вот какие стратегические планы у вас есть на 5 лет, допустим, по развитию? Ну, может быть, ближайшие годы? Да, у нас вот в 22-м году утверждена программа развития Алматы до 25-го года и среди сверочной перспективы до 30-го года, где основными направлениями определены такие отрасли, как туризм, креативная индустрия и IT-сфера. То есть, по концепции программы, стоит задача по постепенной трансформации городской экономики от торговли и услуг профессиональным видам, профессиям тех отраслей, которые я сейчас назвал. То есть, по туризму, в креативной индустрии, также в IT-сфере. Ну, в общем, планов громадье. Это замечательно. Ну, желаем вам успехов в достижении всех целей и задач. И будем радоваться успехам нашего бизнеса и наших стратегических развитий. От имени своей жены могу сказать большое спасибо за то, что теперь Вайлберрис будет самый большой хаб у нас, и вся травка будет распряжаться именно из Казахстана. Друзья мои, хорошие новости. Мы не прощаемся с вами, у нас впереди короткая реклама, мы вернемся в нашу студию. И никуда не уходите. Ну что ж, мы еще раз напоминаем, что сегодня 15 ноября. И сегодня в Казахстане большой праздник. День национальной валюты. Первую партию бумажных купюр номиналом от 1000 до 100 тенге напечатала английская компания Харрисона Сыновья. Для доставки новых денег в Казахстан понадобилось, внимание, 4 самолета Ил-76, которые в режиме строжайшей секретности совершили 18 авиарейсов из Уральска в Лондон и обратно. Благодаря этому заказу компания Харрисона Сыновья приобрела всемирную славу и высокую награду – золотой знак Королевы Британии. С тех пор на почетном месте в офисе компании размещен щит с изображением тенге – лучшего экспортного продукта Великобритании. Я вам больше скажу, друзья. Казахстанские деньги – одни из самых красивейших на планете. Тенге трижды признавался лучшей валютой в мире. Купюра в 10 тысяч тенге, выпущенная к 20-летию независимости республики, признавалась как лучшая новая банкнота выпуска 2011 года. А вот купюра в 5 тысяч тенге, как лучшая новая банкнота 2012 года. Купюра в тысяч тенге, как лучшая банкнота 2013 года. Мы поздравляем всех казахстанцев с Днём национальной валюты, а также всех финансистов с их профессиональным праздником. Друзья, поздравляем. Сейчас давайте прервемся. Знаете, для чего? Потому что хочется... Вот сейчас про тенге заговорили. Про деньги вообще заговорили. Да, про деньги заговорили, мне захотелось у тебя попросить. Гуля, можешь денег занять? Не, я, конечно, могу, но вот на, пиши расписочку, дорогой. Так, расписку писать. Легко. Я высокий, голубоглазый блондин. Так не пойдет, мой дорогой. Вот сейчас мы посмотрим сюжет, как нужно занимать деньги. И вообще, нужно ли? Да. Смотрим. Сколько тебе нужно, скажи. Ситуация займа денег знакома многим. Но главное правило займа – обсуждать все заранее. Сроки, сумму и цель займа. Но лучше всего составить расписку. Однако, имеет ли документ, написанный от руки, юридическую силу? На практике же суды принимают расписки, не соответствующие статье 725.1 Гражданского кодекса, составленные от руки и даже не заверенные нотариусом. И выносят по ним решение. А вот каким будет это решение, в вашу пользу или нет, будет зависеть от того, что и как будет написано в расписке. Поэтому в расписке нужно указать все до мельчайших деталей. Если в дальнейшем вы хотите вернуть эти деньги обратно. Указывайте полное фамилию, имя, отчество и дату рождения, адрес, где проживает, номер телефона и прочее, что может идентифицировать заемщика. В каком размере заемщик получил деньги – это надо указать обязательно. Сумму займа указывайте сначала цифрами, а в скобках уже прописывайте прописью. Причем давать лучше в национальной валюте. Будете давать в иностранной валюте, суд может как пересчитать на момент вынесения решения суда, так и посчитать по курсу на момент написания расписки. Либо другой исход и не факт, что он вас устроит. Также не забудьте указать, от кого получен займ, кто является заимодателем. Цель займа – срок возврата, а также куда вы будете обращаться в случае невозврата средств. Затем снова пишите дату, фамилию, имя, отчество и ставите свою подпись. Если расписка напечатана на принтере, попросите заемщика написать следующее. Расписка напечатана с моих слов верно, правовые последствия ее написания мне известны, дата, фамилия, отчество, подпись. Можете к расписке приложить копию удостоверения заемщика, также за заемщиком может кто-то поручиться и выступить гарантом или поручителем. И если должник не исполнит свои обязательства, вы можете взыскать свои деньги с гаранта или поручителя. Надо помнить, что договор гаранта и поручительства должен быть оформлен в письменной форме. Это можно указать на листе расписки или на обратной стороне. Также можете обратиться к юристу во избежание дальнейшего отказа заемщика от обязательств. Не брал, был в неадекватном состоянии, пьян, болен и прочее. Расписка должна быть подписана при свидетелях. Когда даешь деньги в долг, лучше всего обезопасить себя и быть предельно осторожным. Независимо от того, к кому вы занимаете эту сумму. Даня, дай бог бы нам жить так, чтобы никогда не занимать денег. Это вообще-то идеальный вариант. Стараемся, стараемся. Но если вдруг... Бывают ситуации. Бывают, бывают. То, конечно, вообще самое лучшее качество человека это давать долг, да? Вовремя. Я не знаю, заметили вы или нет, но когда тебе отдают долг, почему-то спасибо, говоришь ты. И с такой благодарностью. Спасибо большое, что вернули. Ну, потому что такая редкость, что возвращают. Вообще, еще, кстати, добавлю, психологи говорят так. Если, допустим, у вас родные просят деньги, вы мысленно с ними сразу попрощаетесь. Потому что, ну, кто же у родных-то будет потом их решать? Но можно и с родными иногда попрощаться, а не только один. А есть еще такой вариант, да? Никогда не занимайте друзьям, если не хотите потерять дружбу. Я с этим не согласен, потому что ситуации бывают разные. Действительно, люди обращаются за помощью, просят помощь, и не дать тоже нельзя. Но, с другой стороны, ну, как можно пойти заставить, допустим, родных своих или очень близких друзей? А пойдем с тобой к нотариусу. Поэтому, Гуль, никакого нотариуса. Ты мне просто даешь деньги. Я просто сейчас пойдем. А, мы после эфира. Просто, просто даешь, прощаешься. И мысленно с ними прощаюсь. Но, когда я тебе их отдам, ты мне скажешь спасибо. Конечно. Друзья мои, ну, а то, что мы никогда не хотим говорить до свидания, это наше рекламе. На телеканале Алматы. Однозначно. Гостей, и этих гостей мы ждали очень давно. Но, сегодня у нас в гостях певица Шолпан Бесенова и певец-автор песен Иван Казах. Пошли. Сердце поприцело, твоего кисела, Чтоб я звонка из центра вселенной. Сердце поприцело, твоего кисела, Стою одно, это пришла любовь. Привет, любовь. Привет, любовь. Спасибо, что пришла. Ты знаешь, что он говорит, мы вас так давно ждали. А вы к нам же недавно заходили, но не к нам, да? Ну, не моя эфирная неделя была. Вы общаетесь, я буду танцевать. Да, да, я проходил, я проходил. Это песни моей молодости. Мы не приходить, но... Мы скучаем, Пава. Да, спасибо большое. Почему вы его приняли без меня? Чтобы было выглядеть? А вот я не знаю. Вань, в следующий раз придешь, мы скажем, ты Шолпан? Нет, иди за Шолпан. Да, но я без него не хожал. Почему ты без меня ходишь? Ну, мужчина не таким, да? С таким водителем я лучше пешком сам как-нибудь, ладно? Как вы только что бежали, да, Ваня? Да. Шолпа за рулем, Ваня пешком. За машиной бежит. Да, вот поэтому они говорят, что бежали. Ну что, друзья мои, вы к нам с хорошими новостями. Ну и мы к вам замечательными новостями. Знаменитый хит «Ноябрь». Ай-яй-яй-яй-яй. Вот я как раз про него хотел сказать, что вы как чувствуете, 15-го числа приглашаете нас в студию, когда у нас выходит релиз песни совместной с Шолпан «Ноябрь в новой интерпретации». Она выходит сегодня на всех площадках, дай бог. Я сегодня посмотрел утром в Spotify и в Apple Music уже есть песни, да. Так что, если вы хотите целую версию послушать, можете на мой ютуб-канал, переходите, да. Так, адрес скажи, я просто это вбиваю. Напомню всем зрителям. Иван Хазах, Иван Бреусов, как угодно. Даник, ну тебе это не знать, Даник. Ну, конечно, у меня же его постер висит до сих пор. Да, и всех призываю посмотреть обязательно, потому что это того стоит. У меня он с 11 лет висит, постер. А это тот ноябрь, где... Да, да, он один. У меня вопрос, как Макуси отреагировала на новость? Ну, во-первых, Макпал делала версию свою уже, да, это вторая была версия, без меня, которая была вроде как саундтреком к фильму. Но она тоже особо мне не о чем не рассказывала, и я вообще-то как бы не автор этой песни, поэтому что мне говорить об этом. А с Аделином Жамбакиевым и с Алексеем Маклаем мы обсудили это все, и в смысле они дали свое благословение как авторы. Поэтому мы записали эту вещь еще при участии Дениса Беляева, который делал первую оранжевку этой песни. А он же сделал вторую версию, и сделал ее более, ну, уже, знаете, с... Изменились технологии, изменились системы, которые даже это делалось. Изменились уши людей. Да. О, как классно сказал. Судя по твоей реакции, ты тоже думаешь, что это песня Ванина? Я думала, что это песня Ванина. Мне очень понравилось, как ты сказал. Вот скажи мне, какие сейчас уши, а? Уши? Да, людей. Изменились уши людей. Ну, если говорить технологически чисто, то диапазон частот вообще увеличился в песне. Понимаете? Больше низа, больше верха. О, во, во. И оборудование поменялось в другую сторону. И оцифровщики поменялись в другую сторону. Соответственно, уже песня, скажем... Я бы так ответить не смогла. Поэтому я... Песня 20-летней давности, она уже звучит на фоне современных песен уже более вяло. Шопа, ну а тебе каково было? Тебе же надо было дать частичку сидя. Что мне добавить? Желез она этой песни, можно сказать. Да, да, да. Ну да, это одна из моих любимых песен в исполнении Вани. И когда вот мы познакомились, работали, говорю, Вань, так мне нравится эта песня. Я говорю, ну зачем тебе же нет? Она мне тоже нравится. Я говорю, может, что-то новенькое? Новенькое у меня есть. Я приобрела, да, у Вани очень давно. У меня есть. Я очень рада, что его песни есть. Приобрела. Приобрела. Гобстанула, говори, как есть. Да, вот именно. Она попросила написать песню для нее. И, в общем-то, да. В темной переулке шелпа, в спортивке, такая подсоска Ваня и говорит, что есть, что нужно. Он говорит, шелпа нет. Найду, а то будет. Замечательно сложились две истории. Я экс-101, она экс-домино. И мы собрались вместе и решили это сделать при участии нашего менеджера общего Нуржана, которого мы очень любим и к мнению которого прислушаемся в том числе. И сейчас у Шопан мы записываем ее сольный альбом. Мой сольный альбом. Это круто, классно. И вот 29-го числа, дай бог, в Муз-кафе мы проведем совместное шоу, где исполним, кстати, вот и ноябрь в том числе. Так что приходите. 29-го? 29-го числа в Муз-кафе. 29-го ноября. Я, кстати, недорассказала. Это одна из моих любимых песен в исполнении Вани. И я попросила вот так вот, как сестренка попросила. Думаю, у меня была возможность. Мы дружим очень давно уже, и она мне постоянно полоскала мозг с этой песней. Да, я считаю, что у меня были права, и они есть. А у тебя как будто бы все закрыл ты тему, да? Вы знаете, для меня вот, почему я ушел в том числе и 101? Потому что для меня, допустим, остаться, скажем, в прошлом, для меня это прям, знаете, смерти подобно. И мне хочется постоянно быть в новых тенденциях, новое что-то писать, новое что-то выпускать. И как бы поэтому я... Но ты как бы типа сжег мосты. Я не то, что сжег мосты. Я с ребятами в хороших отношениях совершенно. Они исполняют мои песни. Просто я некоторые из них буду делать в своей манере, в своей интерпретации, потому что, знаете, сольное пение это одно, группа это другое. У всех диапазоны голосов разные. И, соответственно, тебе нужно соединить все моменты. А иногда тебе хочется интерпретировать по-своему это все. Да. А дуэт это вообще еще что-то особенное. И вот Шопан. Да я никак не могу договорить свою мысль. Отключите второй микрофон. А что, не работает у меня, что ли? Вы его отключили вообще? Даник, ты же знаешь, да, Шопан, да? Конечно. И вот на мою просьбу, которую я попросила Ваню, очень люблю эту песню, говорю, давай, можно мы ее исполним вместе? Или одна, не знаю. Ну, он меня осчастливил тем, что мы ее спели вместе. Он такой, ну, ничего себе. Да, одна. Нет, 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 я хотела вообще, хотела одна пить. Ноябрь песня дуэтная. Дуэтная, да. Она выигрывает только в этом именно. Да, шучу тебя. Все, включился, включился. Нет, я знаю, что свадьба. Я постарел. Я говорю, что он муж, брат, дядя, дедушка в одном лице. И, да, продюсер, все, короче. Дедушка. Дедушка вообще, да. Вы так, топчик, топчик. Дедушка? Он не отказал мне. Мы ее исполнили так же, как песню «Облака», которую я вначале пела ее одна, потом говорю, Ваня, давай споем ее вместе. Она заиграла красками. Ну, Ваню все любят, голос его узнаваемый. Это человек с большой буквы. Это мой брат. Они тоже любят, Ваня. Поэтому, да. И поэтому, как-то так. Спасибо большое, Гулинар. Мне прямо это... А, вот это правда. Что о нем и о нем? Могна по мне? Сегодня день Каженстанская Ванюки. Поздравляю тебя. Серьезно? Да. Вау, вау, вау. Всем поздравляю. Вот это и связано. Вот день республики для меня такой, значит, и праздник стал. День национальной валюты. Это тоже круто. Даня, кори алмай галдмлой прям, Ваня, Ваня, прям. Шелпа, вопрос... Ваня, 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 Ваня. Шелпа тоже тут, да. Шелпа, извините, Ваня, вопрос только для Шелпан. Ваня, молчила. Вот сейчас ноябрь месяц, как ты вообще к ноябрю? Ну, это ноябрь для меня особенный. Особенный. Спасибо большое, Шелпан. Ваня, ну что, продолжите. Ваня, ты сменил имид, с чем это связано? А что, я сменил имид? Почему я? Да я не знаю, сегодня прям вообще что-то прям меня все перешагивают, обходят, что-то такое блондином. Знаете, Гульнар, вот интересная история. Смотрите, я когда с группой 101 начинал нашу карьеру, я был блондином около трех лет. Мне это надоело. Я потом менял, менял разное. Я просто не могу стоять на месте, и мне постоянно что-то нужно делать, допустим, да. Я как-то вот, не знаю, сегодня проснулся, такой, сегодня завтра такой. Зализанные волосы, но это тоже, да, как бы я с этим уже долго жил. И когда мне пишут в личку о том, что ты что, перекрасился? На старости лет стал там Сэмом Смитом. Где ты там живешь, может быть, у людей? Знаете, очень много агрессивных людей вот таких, да, там. Но я на самом деле немного седой. То есть иногда в некоторых местах. Серьезно? Да, да. Как ты с этим живешь? Говорит, королево. Расскажи мне, как с этим жить. Я бы на самом деле, я тебе завидую белой завистью, потому что ты весь седой. И мне хочется... Даник, это не ты там? Да идите три отличия в очках. Тебе так тоже очень хорошо. Я не могу не заметить твои. Под лицу, все к лицу, как говорится. Прям сегодня, я не знаю, весь эпицентр сюда. Меня прям это бесит. Шоупа, с новым имиджем тебя. Спасибо большое. Дошли, наконец-то. Так, это твои кудряшки? Наконец-то. Вань, я уберу ее, может, под брендом Шоупа, да, большими буквами, латиницей Шоупа, без Н, да? Это будет Шоупан. Это задумка Вани. Казах я тоже не просто так сделал. Во-первых, Казах это не по национальности. Твой май, ты меня прям перебивай. Вопрос не по национальности. Именно тюркское происхождение этого слова. Это означает свободный, независимый и так далее. И поэтому я взял Казах бренд. Второе, если у меня получится несколькими хитами, скажем, прославить нашу страну, это тоже будет замечательно. Мы будем тройка рады. Буду стараться, конечно. Ну а теперь Шоупа, Аня, давайте перейдем. Шоупа, как дела? Как тебе в твоем имиде? Как родной? На самом деле я крупненькая девочка, такая мясистая. Я крупненькая, и мне вот такое делать, что я думала, не пойдет вообще. Я думала, буду как Чупа-Чупс. А когда сделали, я встала. Ну, за 35 лет моей сознательной жизни... Слушайте, вы реально хотите эфир на это тратить? Ну что? Так, переходим к вами. Главное, как пронесли, было я только на память. Про волосы и про все. А тут... Нет, мне понравилось. Ладно, хсхан-хсхак, как говорится. Я думала, что мне не пойдет. Сделали, я была просто вау. В приятном шоке. В восторге. Вы оба поменяли имидж. Это здорово. Вообще так смотрите шикарно. Можете про меня говорить? Спасибо большое. Про меня. Так, что еще такое-то? Так, друзья мои, сейчас модно говорить и ностальгировать о 90-х, в нашем случае о 2000-х. Ну, я тогда вообще была с чего, Ваня, из-за слова тебе? Вот видишь, как мне все цены... В 90-е я могу молчать. Сильно, сильно, да? Ты вспоминаешь, что время, хотя ты говоришь, я иду всегда вперед, пытаюсь не вспоминать. Для меня, знаете, вот если музыкальный мир, скажем, я считаю, что конец 90-х... Это я и моя сестра, любимая. Конец 90-х, начало 2000-х, до 2010-го, 15-го года, это была лучшая, правильная и качественная музыка, которую делали. Я согласна с тобой. Делали, поэтому тут ничего... Я не имею в виду советские, там, да, такие... Они, да, в 15-м. Ну, именно даже наш алматинский... Русскоязычный. Ну, то есть я в музыке глубже, как бы, да, а все подается, вся мода идет из Америки. Да. И, соответственно, больше западную музыку... Вот я про западную музыку говорю. Я думаю, что еще нам долго предстоит пытаться перебороть, как бы переплюнуть их в этом деле. Потому что и у Стиви Уандера, и у Майкла Джексона, покойного, выходили крутые альбомы... Альбомы в те годы, и пик какой-то был прям вообще... Ну и касательно песен, современные песни, потому что когда сказали, что мы сделали ноябрь, а более... Седая ночь, я не говорю, поэтому... Спасибо, спасибо. Я понимаю, что ты тогда про нее поговоришь. Седая ночь. Седая ночь. Такой проседую ночь. Я по поводу того, что... Вы сказали, что мы сделали новый ноябрь, новую песню, новое дыхание. Я думал, если прям совсем осовременивать, то нужно добавлять вот это в нос с какой-нибудь непонятной речетной тем, что мы вообще никто не мешаем правилам. Ну тогда мы песню с Паганем. Во-первых, когда мы записали ее уже, всю сделали, я отослал версию Адиль Джамбаки, он написал очень много теплых слов по этому поводу. Сказал, что появилась какая-то, знаете как, драма какая-то появилась. Потому что и я, и Шопа за это время как бы стали взрослыми и почувствовали эту песню по-другому немного. И преподнесли, соответственно. Вообще. Шопа, что можешь на это сказать? Говори «да». Добавить? Да. Спасибо. Это непередаваемые эмоции были, когда я занималась, когда я записывала. Я же говорю, так как это любимая песня в исполнении Вани, в дуэте, ее переделали, другой интерпретации, там оркестр, да? Это группа Александра Белякова там была. Не передать те эмоции, когда ты исполняешь эту песню в новой интерпретации, вот со всеми этими инструментами, она супер. Я думаю, скоро увидите, услышите. Давайте, друзья, уже с сегодняшнего дня на платформах, да, на все. Уже эта песня, друзья. Давайте слушайте. Песня сейчас узнает про все современные, где можно послушать, а я узнаю, где. В одноклассниках можно? Молодец, на себя удар берет. Давайте, в моем мире можно? Все, я счастлив. В инограмм-пластинке. Мне, пожалуйста, две бобины. Мне две бобины. Я, на самом деле, знаете, бываю в разных совершенно настроениях, да, и когда мои дети захотели посмотреть «Слово пацана», я с ними посмотрел и пропитался, на самом деле, этой энергией, вспомнил о чем-то. И песни, скажем, того же Юры Шатунова, «Покойного», там «Ласковый май», они, и там еще какая-то комбинация, комбинация еще была. Да, да, да. Я их вспомнил, и сейчас нынешняя интерпретация этих песен, наверное, они там пересвели, перемастерили, но уже мне нормально. Да, вот, хорошо. Потому что изначально песни были прекрасные, понимаете? Сегодня таких песен вообще нет. Так, сейчас у нас, к сожалению, мы должны прерваться на рекламу, но для чего? Для того, чтобы Иван Казах и Шулпан Исенов спели нам, но не эту песню, не ноябрь. А, опять будет она, будет она. А, только она. Так, Шулпанчик, но твою песню. Поэтому я как будто бы на сцене. А потом в конце мы к тебе подойдем, ладно? Все, друзья мои, ждем, не уходим. Никуда не уходите совсем скоро. Презентация новой песни. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Когда цепляют наши чувства песни о любви, А вместо пачки сигарет ты покупаешь цветы, Когда погода не волнует, не ломает настрой, Когда ты чувствуешь сердцем, а не своей головой, Когда исписаны стихами дома все листы, И словно тянут магнитом огни ночной атын, Когда не можешь уснуть весь в ожидании, Одна причина, первое свидание. Прыгали вместе мы, словно по облакам, Прыгали вместе мы, словно по облакам, Много дней и так много часов, Разлука болью съедала тебя, И не находится слов, чтоб описать, Как сердце сжималось в груди, Он тихо обнял тебя и прошептал лишь проси. Поверь, я знаю, и это пройдет, Всегда наступит завтра, И новый полет, Настрой в себя на чудо, И вновь повезет, я знаю, Любовь тебя найдет. Прыгали вместе мы, Словно по облакам, И нам не нужно было никого, И нам не нужно было никого, Прыгали вместе мы, Словно по облакам, И нам не нужно было никого, И нам не нужно было никого, Ты моя лучшая награда, мне так легко с тобою рядом, и ничего теперь не надо, только тепло родного взгляда. Ты моя лучшая награда, мне так легко с тобою рядом, и ничего теперь не надо, только тепло родного взгляда. Прыгали вместе мы, словно по облакам, и нам не нужно было никого, и нам не нужно было никого. Прыгали вместе мы, словно по облакам, и нам не нужно было никого, и нам не нужно было никого. Шоупа, Беседова, современные технологии, мы их снимаем, а они нас снимают, шоупа. Ну такой подарок сделали нашим телезрителям, спасибо вам огромное. Спасибо вам, что пригласили нас. Спасибо моему брату. И доброго утра всему Казахстану. Давайте всем казахстанцам, хороших выходных. Впереди выходные, до понедельника. До понедельника. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин